Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Ну, а что, я же не знаю, зачем нам вообще это надо. А, понятно. То есть я вышел из доверия. Стоит человеку один раз отступиться, и все, его уже начинают использовать в темную просто. Именно, вышел из доверия, да. Еще одна твоя такая инициатива, и вернешься на рынок продавать лопаты. Здорово. Паш, пойдем, что-нибудь перекусим. А, да не, мне еще повозиться надо. Не устал глаза себе портить-то? Ну, что ты там разглядываешь в этой фальшивке-то? Что-то интересное нашел. Записываю особенности на будущее. Ничего. Короче, расклад такой. Скоро у меня этот производитель фальшива кверху брюхом всплывет. Это я тебе говорю. Не может быть. Пойдем, поедим. Да, кстати, Аркаш, скажи, что не будешь сердиться. Ну, не буду. Нет, ты скажи, я не буду сердиться. Слушай, детский сад какой-то. Паш, я тебе клянусь, я не буду сердиться. Помнишь ту хлопковую бумагу с керамического завода? Ну, которую ты случайно обнаружил? А как не помнить-то? 200 килограмм, конечно, помню. Ну, вот я съездил на керамический завод и забрал ее. От греха подальше. Че, подожди, еще раз, что ты сделал? Я съездил на керамический завод и забрал эту хлопковую бумагу. Я же знаю, тебя медом не корми, только да людей посади. Тебе премия, а люди зазря на зоне чалятся будут. Да подожди ты с этой премией. Как они тебе отдали? Без документов, без ордера? Бегом отдали. Ты их там так до смерти напугал, что когда я пообещал, что никаких последствий не будет, они мне еще сами в машину загрузили. Сейчас, где эта бумага? Сжег. Что? Керосином облил и сжег. Паш, ты че, больной? У тебя совсем крышак поехал? Как сжег-то? Это ж подсудное дело. Тебя ж в тюрьму могут посадить. Ты дурак совсем. О, а еще сказал, что сердиться не будешь. Пошел ты знаешь куда? Друг называется. За спиной такие дела проворачивать. Робин Гуд хренов. Просто фантастика какая-то. Так, Андрюша, тут супчик погребной. Мам, не надо, пожалуйста. Ну как не надо-то, а покушать, а? Мам, ну какое покушать? Меня здесь как в ресторане кормят. Ты знаешь, что у меня на обед было? Черепаховый суп. Супов было пять на выбор. Был японский стофу. Так, а вот еще котлетки. Мам, какие котлетки? Все, мне нельзя котлетки. Почему они с операцией тянут? Ну почему тянут? Не тянут, просто перестраховываются. Они по три раза в день анализ крови берут. РЛТ сейчас снижается. Когда до нормы снизится, тогда операцию сделают. Куда апельсин-то? Мам, никуда. Пожалуйста. У меня здесь, я говорю, как в гостинице все. Все, пол инклюзив, все включено, любой каприз. Эти нежищ, наверное, немеренных стоят. Ой, вот за это ты не переживай. С деньгами все в порядке. Ну что, апельсин-то почистить? Ну же витамины, а? Почисти, хорошо. Вот. Ну чего, Ириш, сколько? 122. Ирия, заняла вообще у всех, у кого только можно. Милая моя, я даже у тех, у кого нельзя. Давай. Ну чего, пошли. Угу. Ночью. Годится. Тихо, 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 тихо. Не так быстро. Так, а что еще? Я на своей машине поеду. А ты куда собрался? Ну-ка, куда? Твою типографию куда? Ну, нет, мы так не договаривались. А мы как договаривались? Чего-то я не помню. Мы договаривались. Ты достаешь бумагу, я изготавливаю партию, ты организуешь сбыт. Не, мы так не договаривались. Я достаю бумагу, мы изготавливаем партию, и мы сбываем эту туфту. Вот такой был план. Не, разбежались. Я с посторонними не работаю. На зону торопишься? Во-первых, я тебе не посторонний. Во-вторых, мы напарники. В-третьих, будет так, как я сказал. Хочешь ты этого или нет, понял? Давай, поехали. Или ты что, думаешь, я не знаю, где твои апартаменты с видом на речку? Какие апартаменты? Смешно ты, Врубель. Я ведь хорошо подготовился. Ну, один человек походил за твоим племянником, Алексеем. За тобой это бесполезно, ты старый шпион. Вот он нас и вывел к речке. Давай, поехали. Придурок. Поехали. Ну, ты-то я не был. Любопытно посмотреть на твое хозяйство. Что, ты всегда так далеко паркуешься? Всегда. Береженова Бог бережет. Ну, да, не Береженова конвой стережет. Своим племянником тебе никакие боги не помогут. Нет, мы с ним работать не будем. Никто не должен знать о моем существовании. Здрасте. Здорово. Без любви ничего не получится. Все у нас получится. Нам, кстати, понадобится несколько паспортов. Вот, когда понадобится, тогда паспорта и будут. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Заходи. Вот оно, значит, какая твоя контора. Все вручную? Брака много? Если что-то не нравится, я не навязываюсь. О! Знакомая машинка. Да он меня полуф делал. Не знаю такого. Да ладно, не знаю. У меня такая же есть. А у тебя откуда? Вроде Михаил Алексеевич такие только под заказ делает. Ну, вот так говоришь, что не знаешь. Мы когда в десятом году его за изготовление клише брали, я у него в мастерской много чего интересного для себя нашел. В том числе и вот такой же вот штамп. Игольчатый для микроперфорации. Хорошая машинка. Пригодится. Ну, с чего начнем? Ну, что, наверное, с кофе. С кофе? Ну, да, кофе есть. Кофе есть. Пошел вон отсюда. Ты чего? Вон пошел. Сука, мент. Лживый фуфел. Твою мать. Твою мать. Ты не знал, где моя типография. Ты купил меня. Ну, вот я решил сегодня проверить. Повезло. Угадал. Да ладно, что ты так волнуешься. Место хорошее. Куречки. На крайне. Никому же в голову не придет, что на этой борже такие дела делают. Ну, ладно, все, успокойся и давай работать. Так, так, так. Где ты еще мог меня развести? Ой. Где? Ну, абсолютно не важно. Это важно! Это очень важно! Я никогда не работаю с теми, кому не доверяю. Слушай, Грубель, давай-ка проясним ситуацию. Ты что думаешь, ты мне друг, что ли, теперь? Если ты ждешь от меня открытки на Новый год, ты ее не дождешься. Никогда. Хорош разговаривать со мной, как сварливая жена. Просто я решаю свою задачу. И так получилось, что для решения этой задачи мне нужен ты. Если задача потребует тебя кинуть, я тебя кину. Если мне понадобится тебя трактором переехать, я перееду. Даже глазом не моргну. Потому что ты для меня пустое место. Понял? Ну, надеюсь, мы этот вопрос прояснили. Теперь выбирай. Или ты сейчас идешь и делаешь кофе, и мы начинаем работать. Либо я звоню, и ты идешь валить лес. Ну как? Ты сделал правильный выбор. И давай больше никогда не возвращаться к этому вопросу. Мне очень не нравится говорить людям то, что я о них на самом деле думаю. Набережную надо подвинуть на полтора миллиметра. У меня сцепленную часть, надо сдвинуть на миллиметр вправо. Это что, деревья стали бушить? Проверь. А, да, видно. А, черт, у меня опять все зависло. Так перезагрузи. А толку мне перезагружать? У меня этими вещами обычно Леха занимается. Ну, позвони ему. Ну, я телефоном здесь не пользуюсь. Ну, ладно. Тогда на сегодня все. А завтра зови этого своего интеллектуала. Блин, может, как-то пореже? С тобой, прости, не посоветовалась. В общем, двушка хорошая, чистая, просторная. Недавно после ремонта. Сколько стоит? Да не важно, сколько стоит. Хозяйка согласилась в рассрочку, потом заплатим. Там проблема только в том, что она категорически уперлась, чтобы не было собаки. Косвые. И ведь какая разница? Не знаю, ни в какую и все. Так что надо будет Чака куда-то пристроить. Может, с Галидой говорится. Да не, не надо. У него жатвелев, тем более кобель. Он порвет нашего Чака. Давайте я у своих знакомых поспрашиваю. Зачем спрашивать? Я же говорю, решу вопрос. Ага. Я догадываюсь. Чего? Как ты решишь? Ну, как я решу? С этой своей. Ниной. Договоришься. Что, тоже идея. Ее Марта с нашим Чаком прекрасно ладит. Правильно? Лен, может, хватит, а? Чего я не спросила? Дядя Юра, дело в шляпе. Хорошие новости, карточку получил. А ты чего такой нарядный? Для красоты. А я как? Хорошо замаскировался? Похож? Похож. А это кто? Ну, кто я тебе знать не обязательно. А если ты меня хочешь спросить, зачем я здесь, то я тебе отвечу. Я здесь за тем, чтобы помочь вам изготовить партию фальшивых пятитысячных, чтобы потом поменять их по номиналу. Я не ослышался, он сказал по номиналу. Ты не ослышался. Круто. Только, куда же мы отгрузим эти фальшивки? Вопрос разумный. Действительно, может быть, наконец посвятишь в детали? Мы, как ты выражаешься, отгрузим их в банкоматы. Так я и знал. Банкоматы. Мы с банкоматами не работаем. С банкоматами никто не работает. Конечно. Ну что, банкоматы это машины, их не обманешь. Правильно, никто не работает. Потому что никто достоверно не знает алгоритм проверки купюр. Кто не знает? А ты знаешь. А я знаю. В банкоматах для определения подлинности купюр используют так называемые машиночитаемые признаки. Их всего несколько. А несколько это сколько? Десять, двадцать, тридцать? Да нет, меньше. Если банкомат будет проверять все машиночитаемые признаки, то для того, чтобы принять одну бумажку, ему понадобится не менее получаса. Банки на это пойти не могут. Поэтому суть защиты банкоматов состоит в том, что производители тасуют эти машиночитаемые признаки, и никто не знает, в каком именно банкомате, какие именно признаки проверяются. Банкоматы Кэш Кэпитал Банка – это модель CSG500 американского производства фирмы Грейбек Трэвел Мэшин 98-го года выпуска. Валидатор у этих банкоматов Архаичин, чтобы он принял наши купюры, нам нужно особо четко воспроизвести три небольших фрагмента изображения. Идите сюда. Ну, во-первых, это куст на набережной Амура. Да. С этой стороны. Сама река Амур за мостом. Ага. И зона эминсцентного свечения под ультрафиолетом. Погрешность расположения этих трех фрагментов не более 1,1 миллиметра. Ну и, наконец, микроперфорация. Ну, тут, я думаю, у нас проблем не будет. Штамп я видел, штамп отличный. Ага. Я думаю, что это нам по зубам. Что, это все? Нет, не все. Все будет тогда, когда мы напечатаем 5 миллионов пятитысячными, положим их в банкоматы Кэш Капитал Банка на его счета, а потом сразу снимем. Вот тогда будет все. Хм. То есть я правильно понимаю? Мы положим в банкомат наши фальшивые, а снимем госзнаковые. Как-то слишком просто. Если все так просто, почему же раньше никто этого не делал? Ну, во-первых, это непросто. Во-вторых, делали, но ни у кого не получалось по вышеизложенным причинам. Кстати, вашу однотысячную банкомат бы сразу забраковал, потому что бумага у нее под ультрафиолетом светится вся целиком, а нужно, чтобы светилась только одна часть. О! Я все-таки не верю в эти сказки твои. Мне плевать, веришь ты мне или не веришь. Мы по-любому будем это делать. Но это мило. Работаем вместе, а наше мнение значения не имеет. Мы вместе не работаем. Вы работаете под моим руководством. Я говорю, вы делаете. Ясно? Ясно. Ну, отлично. Вот и договорились. Значит, я сейчас отъеду на полчаса. Вы тут начинайте. Не забудьте погрешность не более 1,1 миллиметра. На, переоденься. Зачем? За надом. Я ее. Кто это вообще такой? Чего он такой наглый? Откуда он все это знает? И чего он здесь командует? Не твоего умодела. Спасибо вам еще раз за то, что Чака согласились взять. Это ненадолго. Да ерунда. Мы с Мартей даже рады. Тем более, теперь все время вы нас будете навещать. Ну да, конечно. Ну что? Если документы в порядке, могу дать 300. Документы в порядке, но я за нее в прошлом году 700 отдал. Максимум 350. И то только ради Ниночки. Хорошо, спасибо, я подумаю. Подумай, подумай. Счастливо, пока. Кажется, это Виталий Гыжук такой. Ну, если вам надо так срочно, лучше его не найти. У меня срочность под вопросом. Подожду еще пару дней. Может, вообще и продавать не придется. Так, вот, держите. Ах, ты что? Ну, спасибо. До свидания. До встречи. Нормально. Должно пройти. Одна десятая миллиметра – это предел точности для нашего железа. Да. Ну, никто не говорил, что будет просто. Ну, ничего. Мы справились. Осталось дело за малым. Напечатать тысячу вот таких купюр – и все. Разбежались, все свободны. Слушай, тут сомнения кое-какие есть. Да, да. Какие сомнения? Процесс трудоемкий, работы много. Неохота корячиться в холостую. Я так понимаю, какие-то предложения возникли? Одно, простое, разумное предложение. Делаем пробную партию с 10-20 штук. Если банкоматы хавают, допечатываем остальное. Конечно. Ну, тогда сотню. Чтобы оценить уровень брака, надо отпечатать как минимум сотню банкнот. До завтрашнего успеем? Наверное. Только одно но. Я в банкомат не ногой. Я не пойду. Именно ты и пойдешь в банк. Я не могу идти, потому что мы тут недавно слегка спалились. Мы и спалились. Ну, хорошо, я спалился. Хорошо, я. Но теперь у каждого мента в бумажнике моя физиономия. Слышь, мультфильм, ты не обольщайся. Про твою физиономию уже все давно забыли. Откуда вы, откуда ты, откуда он знает? Я знаю. Пойдешь ты. И это даже не обсуждается, понял? Иди кофе сделай. 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 Вау, вау, вау. Здорово. Тебя не узнать. Пивка? Слушай, я вообще немножко в завязке. Давай за встречу по одной, окей? Можно, извините, пиво немножечко для друга? Да, для меня. Алик, помощь нужна твоя? Давай, без проблем. Все нужно. Тут это? Надо в банк на счет положить деньги. Там через дорогу банк, там внутри банкомат. Сможешь? Да, только у меня сейчас с деньгами небольшая проблема. Обычку вообще нет. Не волнуйся, я тебе деньги дам. Если ты дашь, то другое дело. Спасибо. Только единственное, что нужно будет положить деньги и сразу их все снять с счета. Последний не понял. То есть положить на счет и сразу снять? Положить, снять. Окей. Нет проблем. Давай. Офигеть. А? Сколько здесь? 500 тысяч. Да ладно. Крутят. А что за прикол? Да никакого прикола. Просто положить деньги и снять. Формальность чистая. Зачем? Ну, тебе какая разница? Надо и все, е-мое. Знаешь, вот сейчас немножко начал стрематься. А что ты сам не сходишь тогда? Как будто знаешь, деньги ворованные. Да я не могу сейчас тебе объяснять подробно. Ну, типа того. Да ладно. Чего ты сразу не сказал? Так я тебе сразу не сказал. Прости, ладно, я ступил. Слушай, ну окей. Когда надо положить? Сейчас. А, сейчас прям? Сейчас я свободен, да. Так, давай, ладно. Ты мне тогда закажи еще пиво, я сейчас приду. А, там внутри бумажечка в конверте. Там пин-код. Понял, так тут еще какой-то... Не-не-не-не-не. Слушай, германшин надо. Это мне не надо. Ладно, все, сиди, я пошел, давай. Давай. Удачи. Давай. А еще пьем, можно? Спасибо. Да, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Телефон мой где? Телефон, я говорю, вернули мне? Быстро! Вернули телефон мне? Чего ты ржешь-то? Телефон вернули мне! Тяните! Вы что? Отвалили! 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 Да вы что, совсем? Отпустите! Что вы делаете-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне еще по делам надо съездить. Вы идите, я скоро вернусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какого человека? Кто забрал? Кто-кто. Инопланетяне для опытов. Менты забрали. Я не понял. Разве не он должен был пойти в банк? Я вам ничего не должен. Ясно? Я попросил другого человека. Друга. А его забрали. Ну и зачем ты попросил другого человека? Я ведь тебе сказал все сделать. А я почувствовал. Почувствовал с самого начала, что там что-то не так. Почувствовал. Он нормальный? Нет? Почувствовал. Ты нормальный? Нет? Ну... Эй, эксперт! Эй, все хорошо, хороший эксперт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и что он знает? Это твой человек. Ничего он не знает. Про меня знает? Да откуда он может знать? Я его просто попросил в банкомат положить и все. Как его зовут? Алик. Имя у него есть? Алик. Олег. Фамилия? Олег Шишкин. Значит, сидите здесь. Куда не ходите, я сейчас пойду, как все узнаю, приду, расскажу. Мне не звонить. Сидите, ждите его, пока он ментов приведет. Заткнись. Дядя Юра, мне это не нравится. Этот мужик, кто это вообще такой? У меня такое ощущение, что он какой-то мент подосланный. Нужно что-то делать. Потому что, если бы я пошел в банкомат, то нас бы всех тогда и упекли бы. Я им разрушил все планы эти с этим Аликом. Правильно я сделал. А то бы взяли с поличным и все. А так нетушки. Им совсем не обязательно брать нас с поличным. С них одной нашей типографии за глаза хватит. Как это? Дядя Юра, ты же сам говорил, что нужен факт сбыта. Только тогда нас могут посадить. А так не могут. Так же не могут. Дядя Юра, надо тогда просто лететь в эту типографию. Удалять наши отпечатки. Все, сотрем, заберем вещи. Ну, ладно, не дергайся. Может, все не так страшно. Здравия желаю. Чего могу помочь? Да клована одного ищу. Фамилия Гельманшин или как так? У вас? Гельманшин Илья Азатович. О! Посекательство на общественный порядок, общественную безопасность, мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию представителя власти. Ожрался, короче, в кафе. Устроил драку. Это скотина. Он погон сержанту оторвал. Ну, ладно, ладно, сержант, давай, веди его. Гельманшин, на выход! Гельманшин, с того пришли! Стоять! Герой. А деньги где мои? Это все, что при вас было. Вот подпишитесь здесь и вот здесь. Я ничего подписывать не буду. Деньги мне верните. Гельманшин. Вы чего у меня? У меня реально пачка денег вот такая была. А вы ее сперли. Ваши менты видели, как я в банкомате деньги снимаю. А потом за меня выследили и сюда приволокли. Здесь избили, деньги сперли. Короче, мои деньги сюда положили мне. Я сейчас пойду к прокурору писать жалобу. Так, давай, упырь, молчи. Все, мужики, спасибо. Давай, смысл? Куда ты меня? Давай, 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 давай. Деньги, двигай, давай. Кто ты такой вообще? Садись, говори. Куда едем? Куда надо? Да. Да. Паш, ну ты где ходишь всю ночь? Андрея уже перевели в палатку. Ага, понял. Скоро буду, давай. Кто там? Свои. Алик, где ты был? Где ты был? Не спрашивай, я был в ментовке. В ментовке? Я говорил, что он в ментовку, что забрали его. Я говорил вам. Где Колесников? Ушел. Куда? Откуда я знаю, мне не докладывают. Значит так, деятели, мне надо, чтобы вы запомнили. Меня ни для вас, ни для кого нет и никогда не было. Вы поняли? Понял? Да, мы запомнили все. Не слышу. Мы все поняли. Да, мы все поняли. Лишинцы. Братишка, ты мне можешь что-нибудь накапать? Я тебя прошу. Я сейчас помру. Давай быстрее, скорей, скорей, скорей. Так, что случилось-то? Открой, пожалуйста. Где они тебя взяли-то? Где забрали тебя? Сейчас расскажу. Короче говоря, они меня, видимо, упасли. Потому что они видели, как я у банкомата снимаю деньги, короче говоря. Да. Я в кабак возвращаюсь, тебя нет. Я сажусь, жду тебя. Тебя опять нет. Да я... Они приходят. Видимо следили за мной. Начинают меня очень сильно фигачить. После чего в бобик укладывают и увозят в ментовку. Вот. И деньги все забирают у меня. Да. Ну, спасибо тебе. В общем, выручил. Ты мне... Нет слов. Нет слов. Пожалуйста. Я, кстати, немножко там тоже им нарезал. Разочек махнул так, что мама не горюй. Плохо. Все плохо. Все плохо. Да ладно, не парься ты. Все нормально. Денег немножко жалко. Ты прости меня, что я тебя в этот замес тянул. Ладно? Извини. Извини, извини. Скажи мне, а это что за мент? Кто? Ну, чувак, который меня привез. Не, он не... Подожди. Хочешь сказать, что он мент? Ну, конечно, мент. А как ты думаешь, меня отпустили? Они же меня хотели на 15 суток закатать. Если б не вот. Вот. Я же там. Ты что? Я за сопротивление. Я там чуваку, короче, справа. И хувч. А там сзади меня уже... А он тоже там был? Да нет. Он не был. Был или не был? Ты елки-палки. Да погоди ты. Он приехал с утра. Показал им ксиву свою. Они меня отпустили. А так бы меня укатали вообще по полной. Я тебе говорю. Черт. А не говори, полный беспредел вообще творится. Я все понял. Я все понял. Мент, мент, мент. Блин. Блин. Я посмотрел сводки, не нашел никакого Олега Шишкина. Зато обнаружился дебошир Гельманшин. Хорошо я запомнил фамилию владельца паспорта. Я вообще, Фрубель, поражаюсь. Как ты на свободе с такой командой больше месяца задерживаешься? Я сам поражаюсь. Ну, это не моя команда. А чья? Чья? Это Лешина импровизация. Что мне нападет? Ну, главное, схема работает. Надо, пока не вскрыли фальшивки в банкомате, успеть напечатать все пять миллионов. А сколько времени у нас? Я не знаю, это зависит от того, когда деньги в банкомате закончатся. Может, завтра, может, через неделю. В любом случае, надо все успеть сделать за пару дней. Да успеем, у нас все готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова